Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги «Второзаконие» в переводе российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Ну вот, 13-я была такая жесткая, жестокая глава про то, что надо убить тех, кто совращает себя в язычество, а 14-я – мелочная глава с кучей всяких правил. Вот мы добираемся до того, что обычно люди так отталкивают и говорят, ну, это Ветхий Завет, как можно это всерьез воспринимать? Можно. Давайте посмотрим. «Вы, сыны Господа вашего Бога, не наносите себе порезов и не сбривайте волосы над олбом, когда оплакиваете умерших. Ведь вы, святой народ у Господа вашего Бога, Господь избрал вас из всех народов земли, чтобы вы были его драгоценным достоянием». Причем здесь порезы, бритье волос. Видимо, какой-то траурный языческий обычай, да? И мы встречаем в пророческих книгах описание этих вещей. То есть, ну, вполне понятно, да, до сих пор существуют разного рода культы, где люди себе наносят раны, иногда довольно тяжелые, в память о каких-то религиозных событиях, об умерших людях, о чем-то плохом. Там секта флагелянтов, например, даже в христианстве такие встречаются. И обритие волос тоже как символ посвящения. Ну, кстати, вот там у нас тоже есть пострижение, да, такой образ, когда срезание волос является символом посвящения в некоторую новую ступень, да. Видимо, что-то языческое, что тогда было в этом, участвовать нельзя, потому что вы с Богом, да, вы не с этими обрядами. И смотрите, вот здесь будет целый набор правил, они внешне совершенно разные, но у них есть один и тот же принцип – отделение. Да, вот те, кто с Богом, те отделены. В частности, они не участвуют в языческих обрядах. Дальше. Не ешь никакой мерзости. Вот животные, которых вы можете есть. Корова, овца, коза, лань, газель, косуля, дикий козел, дикий бык, антилопа, горный баран. Всех порнокопытных, животных с раздвоенными копытами, которые жуют жвачку, вы можете есть. Из животных, жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта, не ешьте верблюда, зайца и домана, хотя ни жвачки, ни раздвоенных копыт у них нет, они нечисты для вас. А также свинью, хотя копыт у них раздвоен, но жвачку она не жует, она нечиста для вас. Мясо их не ешьте, как трупам не прикасайтесь. Ну, здесь знаменитое место, где синодальный перевод дает некоторый абсурд, что у зайца не раздвоено копыта, а перевод российского библиотского общества говорит точнее. У него нет раздвоенных копыт, поскольку зайец, как мы знаем, вообще копыт не имеет. И сначала перечисляется, кого можно есть. Ну, грубо говоря, это кто? Коровы, овцы, козы и всякие похожие на них дикие животные. То есть тоже с рогами и копытами, которые щиплют травку. Все остальное запрещено. А потом дается более подробный принцип. Есть можно тех, в которых раздвоенные копыты и которые жуют жвачку. Это особенности питания некоторых животных. Чтобы еще раз это прояснить. Зайцы и доманы друг на друга похожи. Доманы – это такие маленькие существа, которые живут в скалистой местности, на камнях. Очень легко по ним передвигаются, в отличие от зайцев. И похожи на зайцев, но не родственники им. Но тоже млекопитающие. Так, это что касается дичи. Из водных тварей ешьте тех, у кого есть плавники и чешуя. Тот же самый принцип. Есть два признака, когда оба присутствуют, можно есть. А тех, у кого нет плавников и чешуи, не ешьте. Они нечисты для вас. Любую чистую птицу можете есть. А вот птицы, которых есть нельзя. Орел, гриф, скопы, конюк, коршун, стрелятники разных видов, вороны разных видов, страус, сипуха, чайка, сокол разных видов, неясыть, филин, сыч, сова, ястреб, баклан, аист, цапли разных видов, удота, летучая мышь. Здесь дается просто список. В общем-то, почти все они либо хищники, либо падальщики. А птицы, которые, соответственно, питаются растительной пищей, они не запрещены. Вселетающие насекомые нечисты для вас, их есть нельзя. А любую чистую летающую тварь вы можете есть. Не ешьте падаль, отдавайте ее переселенцам, которые живут в ваших городах, пусть они едят, или продавайте ее наплеменникам, ведь вы народ святой Господа вашего Бога. Не вари козленка в молоке его матери. Ну и что, зачем нам это все нужно? Ну, не нам, древним израильтянам. Куча мелочных правил. Смотрите, у этого есть как минимум два объяснения. Одно практическое. Нельзя есть того, что с большей долей вероятности привезет к отравлению. Свинина, ну, многие, наверное, знают, это самое потенциально опасное мясо. У них не было холодильников, у них не было ветеринаров, у них не было способа как-то проанализировать свинью на наличие, допустим, каких-то отклонений или, там, я не знаю, паразитов вредных, которые человеку передадутся. Не то, чтобы баранина или говядина абсолютно была безопасна, но гораздо более безопасна. Любой человек, который жарит мясо, знает, что свинину надо зажаривать вот хорошо, а говядину, баранину можно там немножечко оставить такого вот розового мяса, потому что, ну, паразиты там заводятся не те или реже, или как-то еще, я не умею это объяснить подробно. А то же самое птицы, которые питаются падалью или другими живыми существами, у них и мясо такое с сильным запахом, а во-вторых, тоже гораздо больше всяких опасностей. Что касается водных тварей, я очень люблю всякие фрути демара, но они полностью здесь исключены, все эти осьминоги, устрицы и так далее. Почему? Потому что очень легко ими отравиться. Израильтяне вообще сухопутный народ, и разбираться, где там съедобные раковины, а где несъедобные, явно не умели. Поэтому общий принцип плавники и чешуя, значит, рыба. Ничего этого нету, значит, есть нельзя. Это простое объяснение, такое практическое, то есть такие санитарно-гигиенические правила, написанные простым языком. Но можно объяснить и другим образом. Смотрите, вот мы начали говорить, что 14 глава про разделение, что этот самый народ Божий должен быть отделен от всех остальных народов Земли, в частности в пище, ему не позволено есть то, что позволено есть всем. А почему, казалось бы, вкусненького-то нельзя, да, какие-нибудь устрицы, как это здорово. Это только сейчас, кстати, устрицы стали пищей аристократии богачей в старину. Это была простецкая еда моряков, да, потому что пошел и набрал их, где они водятся. Ну, очень просто, потому что вот в жизни все должно быть размерено, да. Есть то, что запрещено, есть то, что дозволено. И вот, как мы уже выяснили, в класс дозволенного входит наиболее здоровая и безопасная пища. Не самая изысканная, да, но самая здоровая и самая безопасная. И, соответственно, вот почему у нас правила там поста бывают, они в древности были совершенно другим, чем сегодня. Какие-то правила приличия, да, вот люди ходят на пляжи раздетыми, а на торжественных заседаниях в костюмах строгого покроя, да. Ну, это то же самое. То есть у нас есть какие-то определенные способы разметить нашу жизнь, выделить то, что можно, то, что нельзя и то, что обязательно. Кстати, вот интересно, что в раздел запрещенного попадает изысканное блюдо козленок в молоке его матери. Почему? Трудно сказать. Вероятно, вероятно, это тоже какой-то языческий обряд. И вот так же, как порезы на лбу или там бритье висков, это знак скорби по омрачам. Возможно, козленок сваренный в молоке матери, это какая-то особая языческая трапеза. Может быть, что-то еще. Вот до сих пор у иудеев очень строго разделяется молочное и мясное питание, и это основано на этом библейском стихе, да. То есть нельзя одновременно есть мясо и молоко. Но с нашей точки зрения довольно глупый, наверное, запрет, то, что много есть рецептов вкусных, где мясо с каким-нибудь соусом, там мясо по-французски, да, под сыром, например. Вот иудеям этого есть не положено. Они толкуют этот стих «Не варю козленка в молоке его матери» как запрет, в том числе на варенье в собственном желудке, одновременно мясного и молочного. Не только козленка, не только его матери, но вообще мясо и молока. Я не думаю, что это имелось в виду в оригинале изначально, но, по крайней мере, здесь есть вот такая ясная тенденция. Все размечено, все разделено на разрешенное, запрещенное и обязательно. «Отделяй десятину от своего урожая со всех посевов, от всего, что вырастет на твоем поле. Делай так из года в год. Десятину зерна, вина, оливкового масла, а также мясо первенцев крупного и мелкого скота ты должен есть пред Господом твоим Богом на том месте, которое он изберет и сделает жилищем для своего имени». То есть, снова, десятая часть всего, что у тебя появилось, это часть для Бога. Не то, что тебе нельзя ее есть, но ты можешь ее есть только перед святилищем. Это священная трапеза, где ты, собственно, получишь от Бога это угощение. Так ты научишься непрестанно бояться и чтить Господа твоего Бога. Но может оказаться, что идти туда слишком долго, и ты не в силах все это доставить, ибо далеко от тебя место, избранное Господом твоим Богом, для того, чтобы там пребывало его имя. Тогда, после того, как благословит тебя Господь твой Бог, обменяй все это на серебро и отправляйся с серебром в руках на то место, которое изберет Господь твой Бог. Ну, то есть, тащить всех этих барашков, все эти мешки с зерном, там, я не знаю, с овощами, ну, нереальная история. Тогда денежный эквивалент. Серебро еще не деньги, в смысле, вот, монет, или тем более купюр, но серебро как денежный эквивалент. А там на это серебро вымени все, что захочешь. Крупный и мелкий скот, вино и брагу, все, что не пожелаешь. И перуй там пред Господом твоим Богом, веселись вместе со своей семьей. При этом не забывай левита, живущего в твоем городе, ведь у него, в отличие от тебя, нет своего на дело и доля. И вновь, смотрите, десятина даже не то, что отдается, а то, что просто человеку предлагается вкушать вот перед Богом. Да? Ну, не забывай угостить и левита. Как интересно. То есть, десятина даже это не налог, это всего лишь вот та часть, которую нужно совершенно четко отделить. В конце каждого третьего года вноси всю десятину с твоего урожая за этот год городским воротам. То есть, только раз в три года она идет на что-то внешнее. Пусть приходят левиты, ведь у них, в отличие от тебя, нет своего на дело и доля. Ну, племя леви, которому не достается своей территории. И переселенцы, и сироты, и вдовы, что живут в твоем городе. Переселенцы, ну, то есть, гастарбайтеры, те, кто из другого народа приехал по своим каким-то делам, им тоже трудно живется, вдовы и сироты, тем более. Пусть они едят досыто. То есть, раз в три года десятина ты отдаешь на социальные нужды. Посчитаем, 3,3% налога. Ну, там, 3,3% в периоде. Очень небольшой налог. Но важно его отделить. Тогда благословит себя Господь твой Бог во всех делах твоих. Значит, вот 14 глава про отделение, про то, что нужно выделять священное, то, что нужно выделять положенное, обязательно, и не смешивать его со всем остальным. А так, живи в свое удовольствие. Перуй даже за счет своей собственной десятины, но только делай это пред Богом.